МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юрий Николаевич Теплов, руководитель Тверского отделения Союза десантников России. Юрий, здравствуйте. Евгений Иванович Чернов, председатель Федерации Тхэквондо Тверской области, неоднократный призер чемпионатов и кубков мира, Европы, России, обладатель черного пояса 2-го Дана. Евгений, здравствуйте. Все правильно назвала? Да, конечно. И Игорь Николаевич Таневицкий, главный тренер и руководитель Тхэквондо Клуб Твери, чемпион Тверской области, победитель всероссийского турнира среди ветеранов, обладатель черного пояса 3-го Дана. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Все верно? Я понимаю, что у вас очень много других званий и регалий, но это в процессе разговора, уважаемые друзья, обо всем расскажем. Итак, сегодня у нас тема профилактика наркомании. Буквально неделю назад за этим же круглым столом мы собирались с представителями правоохранительных структур, были представители ОМВД, прокуратуры, были представители Министерства здравоохранения. Они говорили о том, как борются с этим злом своими методами. Сегодня у нас, наверное, главный акцент на профилактике. Чем главное? Чем и как увлечь нашу молодежь? Чтобы она никогда не вспоминала и не знала о том, что есть на свете такое зло, как наркомания. Начнем, наверное, Иван Владимирович, с вас, потому что вы на протяжении ряда лет вовлекаете молодежь в мир искусства и предоставляете молодым людям возможность реализовать себя в творчестве. Этот год не исключение. Это точно. Дело в том, что независимо от того, есть ковид или нет, человек должен развиваться гармонично. И самое главное, чтобы человек стал человеком. Потому что мы все рождаемся с задатками определенными, с талантами, но кто-то эти таланты развивает с помощью родителей и педагогов, а кто-то просто-напросто от них потихонечку уходит в свой мирок и может пристраститься или к стакану, или к наркотику. И, к сожалению, тогда жизнь становится не похожа на то, к которой мы привыкли, к которой мы двигались. Да, Иван, Вы сказали в свой мирок, тем более, что сейчас, когда дети в основном сидят в интернете, да, кажется, что многие родители говорят, а с ними ничего не случается, он сидит у меня дома, сидит в соседней комнате в интернете. А что он там делает в этом интернете? И через интернет тут же можно пристраститься к тем же самым наркотикам, да, и стать тем же самым закладчиком наркотиков, о котором мы говорим, то, что сейчас распространено в нашей области в том числе. Ну, распространение не только в области, это практически мировая система идет. В принципе, молодежь, ну, поскольку мы уже прекрасно знаем, что есть уже абсолютно точные доказательства того, что сокращение населения, это не просто так оно выходит на этот уровень, а есть люди, которые этим занимаются достаточно серьезно и, в принципе, особенно через сети распространяют. Помните, как у нас было количество самоубийц нарастало, тут вообще одно время? И в том числе и через сети пропаганда наркотиков идет. И хочешь, не хочешь, детям показывают фильмы очень забавные, такие мультики, которые они просто-напросто не догоняют, в чем дело. Но матрицу сознания закладывают то, что не главное, то, что ты должен уважать старших, делать добро людям, а ты должен для себя, вот, ну, что там говорить, если уж Герман Греф на официальном уровне говорит, мы должны воспитывать кого? Вы не творца должны быть, а потребителя. Вот это... Да у нас вся, вот, как бы, если смотреть внимательно центральные каналы многие, то, естественно, если ты не купил это, то ты не есть удачный, успешный человек, ты просто потерян в этой жизни. Да, да. Если ты там не купил какой-нибудь новый смартфон или машину, потому что это роскошно, это достойно, а все остальное недостойно. Получается так. Вот, я, тот принцип, который преследует, не то же, который измольство, наверное, у нас в генах был заложен, и он до сих пор у нас остается, вот, по крайней мере, среди всех сидящих за столом, я это знаю, что не в деньгах счастье. Вот этот принцип из нас выбивают, особенно из молодежи, имею в виду, из нас уже не выбьешь. И молодятине как раз внушают вот эту вещь. А как проще всего уйти и получить самый простой, ну, в терминологии этих же поколений, могу говорить, что поймать кайф и прочие дела очень просто. Или ты принял 100 грамм, или ты покурил в травке какой-нибудь, или ты просто-напросто уже сел на наркотики. А там вообще просто улетаешь в другой мир, в другое измерение, и говорят, что там вот это уже здорово, там, в принципе, ты себе не принадлежишь, ты там делаешь все, что ты хочешь, ты в мире фантазии. Вот вы сказали, что не творец, а потребитель. Вот у вас как раз вот это творчество-то вы в детях-то и развиваете, да? Потому что дети на ваших фестивалях, молодежь, да, она свой продукт предоставляет, да? Да, безусловно. Сделанный творческий продукт, который родился в голове, да, и дальше он воплотился. Режиссура? Да, это в том числе и режиссура, безусловно. И когда детям говоришь, ну, не все дети одинаково, допустим, он талантлива в музыке, не одинаково талантлива, допустим, в живописи, не одинаково талантлива, допустим, в том же кино, в создании, допустим, есть еще ряд моментов, которые, и один из них, это великолепный человек, без которого, наверное, просто гармонично не разовется, это спорт. Вот спорт. Вот человеку даны руки, ноги, мышцы и голова, вот он должен делать так, чтобы эти руки и ноги работали на тебя не просто, вот, чтобы ими есть в конечном итоге, а чтобы ты мог развиваться. И вот этот момент, он, безусловно, очень важен. Игорь Николаевич, творчество, как вон дома говорим, да, некоторые, может, даже и не слышали, что это такое. А, я могу немножко вставить, и почему, говорю, вот мы здесь объединились, потому что вот это наиболее показательный и яркий момент такой, особенно для ребятишек. Им всегда в молодости что, прежде всего, доказать, что он лучше всех, ну, в принципе, и взрослые это потом делают, но в молодости это наиболее ярко, да, когда человек хочет доказать, что он сильнее всех, он лучше всех, быстрее всех и так далее. И вот спорт приходит им на помощь. И поскольку, вот я говорю, чтобы не в наркотики народ засасывать, в молодежь, а им надо предлагать пути выбора. И говорить, ребят, наркотики, это как раз то, что вас засасет и не дает вам развиться. А вот спорт, он помогает. И вот в этом плане мы как раз объединились. И с Юрием Николаевичем мы, с Игорем Николаевичем, и с Евгением Ивановичем. Ну, это вот как раз вот, да, сейчас вот наш круг для стола тоже объединил. Итак, Игорь Николаевич, несколько слов. Песни от Хэквондо. Почему именно этот вид спорта? Ну, я скажу так, что на самом деле любой вид боевых искусств, который пришел из Востока, почему опять же Восток, в наших славянских традициях боевые искусства тоже были на большой высоте. К сожалению, они пока не то что потеряны, но, скажем так, полузабыты. Есть, конечно, специалисты, которые пытаются их развивать. Можно здесь ставку сделать? Вот в следующий раз надо будет нам еще Григория Николаевича Базлова сюда принять. Ну, Гриша Базлова, конечно. Но, кстати, у меня ребята проходили несколько эфиров у нас тоже. И боксу было посвящено. Ребята, чем бы человек не занимался, то есть каждому свое, да? Как и музыку. Кто-то слушает рок, кто-то слушает классику, кто-то джазом увлекается, да? Так и здесь есть. Главное было бы, с чего выбирать. Конечно. И когда мне была эта тема интересна, я сопоставлял наше славянское боевое искусство, ну, то, что удалось возродить, и с нынешними восточными боевыми искусствами. Очень много общего. Потому что, на самом деле, база основана везде на этаже. Но в данном случае мы говорим про восточное боевое искусство, про тэквондо. Почему его называют искусством, боевое искусство? Потому что там идет объединение ума, духа и тела. Никакая такая треугольная пирамида. Да, треугольная пирамида. Разум, дух, тело. И это идет объединение в одно целое. Поэтому заниматься боевым искусством в том виде, в котором оно на своей базе построено, может, Ирина, далеко не каждый, я вам скажу. Потому что некоторые воспринимают это как спорт. Получил звание мастера спорта, достиг каких-то пределов и ушел. Поэтому у вас спортивная карьера заканчивается. Но если человек воспринимает это как путь, как развитие, как саморазвитие, он будет идти этим путем всю жизнь. Да, это бесконечность. Извините, друзья, мы сейчас перейдем на небольшую рекламу. Буквально, уважаемые телезрители, радиослушатели, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте. Тема дня в эфире 300-190. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня говорим о профилактике наркомании в нашем регионе. Возможности такие есть, уважаемые друзья. Особенно нам сейчас нужно быть внимательными и детям, и их родителям. Мы обращаемся и к тем, и к другим. Потому что ведь в тот же самый спорт, прежде всего, первый шаг ребенок отдают родителям. Кстати, с какого возраста? Ну, лет с 5-6 можно заниматься. То есть уже 5-6 лет, пока человек даже не пошел в школу, он уже начинает готовиться вставать на путь. А вот тут большой опыт у Евгения Ивановича Черно. Я так плавно на него переключаю, потому что в данный момент он работает с детьми этого возраста. Евгений Иванович, где работаете и кто у вас подопечный? То есть могут приходить все мальчишки и девчонки? На самом деле, я в прошлом году работал в детских садах, и в Корее, в детских садиках вместо урока физкультуры преподают детям тхэквондо. В детском саду? Да, да. И, конечно, было бы здорово, если бы у нас это было. Но я имею в виду другое, что дети, они впитывают как губки. И у них, вот знаете, как, вот прямо только искру кинешь, и дети сразу вспыхивают. И знаете, что показательно, может быть, немножко не в тему, немножко утеряна связь. Вот, допустим, в прошлом году мне было интересно, я детям прочитал стих, что такое хорошо и что такое плохо. Маяковский. Маршак. Что такое хорошо и что такое... А, крошка, сын, к отцу пришел. Да, да, да. И вы знаете, эти глаза, они с открытыми ртами меня слушали. Это стихотворение, их родители даже не знают. А нас учили в школе. Мы это учили, мы в школе это учили. Да, да. Вот. Что касается возраста, но я пришел к такому выводу, что пока еще, ну, общую физическую культуру можно давать деткам. Но пришел к такому выводу, что я тренер, а не аниматор. То есть у меня сейчас тренируется мальчишка, ему 5 лет. Но в этом, есть, есть, в этой группе есть дети. 10, 11, 12, 13, даже родители занимаются у меня. А почему не аниматор? Дети ждут, что им будут, их будут развлекать? Да. Но ведь занятие спортом это не есть развлечение, самому человеку надо вовлекаться и работать. А тут вопрос дисциплины, как родители воспитывают ребенка. А, ну, да, некоторые говорят, что мы для того вас ребенка и направили в спортивную секцию, что теперь перекладываем, что называется, всю ответственность семьи, перекладываем, да, на тренера, потому что, как в армии, отец родной называется, да? На самом деле, да, тут есть нюансы, да, работа с детьми, допустим, их очень тяжело держать во внимании больше 20 минут. А не дальше уже расфокусировка, надо постоянно, постоянно, ну, это нюансы. Я хочу сказать о другом, что когда рождается человек, когда рождается ребенок, нет такого, что Бог не дает таланты. Каждому ребенку он дает хоть один, но талант. И задача родителей разглядеть этот талант. И если родитель разглядел этот талант и начинает его развивать в ребенке, это счастливый ребенок. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что если ты нашел ту работу, то дело, которое тебе нравится, ты счастлив всю жизнь. Как говорил один преуспевающий человек, я ни одного дня не работаю, потому что мне нравится моя работа, я иду на нее, как на праздник. Это жизнь, действительно, это есть неотъемлемая часть жизни. А мы прекрасно... Вот я был в этой ситуации. Я долго говорю, но интересно говорю. Да, конечно, я с этим не спорю. У вас же учатки... Нет, ну, поменьше, поменьше. Вы скажите, вы-то как пришли, вас отдали или вы-то как выбрали для себя? Интересная история. Хорошо, хорошо. Значит, я с самого раннего детства, я люблю петь, я до сих пор люблю петь. И я, когда был маленький, я даже сидел на горшке, я пел. И меня называли в детстве Пескунка Мак. И мама увидела, что вот, ребенок там певец, надо это дело прокачивать. И сдала меня в Дом пионеров, в хоровую студию. Я пел в хоре, а потом нужно было там, как, год попел, нужно выбирать музыкальный инструмент. А у моего друга была скрипка. И мне так нравилось на этой скрипке пиликать. Ну все, я буду скрипачом. А в третьем классе я узнал, что брат занимается борьбой. Я говорю, Саша, запиши меня на борьбу. Он говорит, ты же певец, пой. А я ему отвечаю, а что, когда меня будут бить, я петь буду? И вот с третьего класса я стал заниматься борьбой. И вот благодаря брату я всем говорю, и говорю в прямом эфире, что меня не отец воспитал. А меня воспитал старший брат. Вот замечательно. Важно ведь, не важно, да, кто. Главное, чтобы нашелся такой человек, да, по близости, вовремя. Да, потом вот даже беру мою секцию, там есть детская группа, взрослая. Если берем детскую группу, к сожалению, не то, что очень, но достаточно много детей, которых растят мамы-одиночки. И не хватает отца. Поэтому они в тренере видят отца. Да, да, да. Вот, и... Это очень важный аспект, то же самое. И с теми же самыми приставами, к сожалению, говорим, что проблема выплаты тех же самых элементов, она только актуальнее становится каждым годом, к сожалению, да? А, любому, особенно мальчику и девочкам тоже, нужно... Вот есть женское начало, а есть мужское начало. Вот они не получают, мама не может ему дать мужское. Они сдают, ну не сдают, а записываются детки в секцию, и прямо чувствуешь. И, ну, потихоньку, потихоньку им прививаешь этот мужской характер, вот такое. Ну, тут, как вам сказать, многие уходят, многие приходят, но до конца родители не осознают ценности того, что они могут дать ребенку. Где-то что-то понравилось, где-то что-то не понравилось. И вот только-только начинает что-то зарождаться, а нам неудобно, а мы можем... Ну, вот, ребенок уходит, отваливается. Ну, как бы, сначала первые годы это было болезненно переносить, а потом, как бы, ну, кто с нами, тот с нами. Детей много удалось привлечь. Вот как-то есть недостаток в воспитанниках? Или все-таки, наоборот, отсеваете что-то? Или занимаетесь со всеми? Я беру каждого, никому не отказываю. А дальше смотрю, в первую очередь, на характер человека. Раньше я прощал характер. Скажем, хороший спортсмен, да, чемпион и прочее. Ну, по характеру, ну, лучше оставлять, да. Я терпел. А теперь нет. Для меня на первом месте человек. А остальное мы воспитаем, разобьем. Вот так вот, да. То есть, вы, значит, не отказываетесь от тех, у кого там изъяна в характере, перевоспитание идет? Не отказываюсь, но дальше смотрю по ситуации. А, по ситуации, да? Но это все-таки... Но человек воспитывается, он может перевоспитаться, занимаясь вашим видом спорта? Ну, если верить психологам, к 14 годам характер сформирован уже на 90%. Конечно, превоспитать уже 14 плюс непросто. Но можно. При большом желании, при терпении можно, конечно. А ваш подход, Евгений Иванович, такой же? Мой подход, ну, вот правильно Игорь Николаевич говорит, мы берем всех. Вот у меня вот пришел... Ну, были ребята, которые инсулинозависимые, вот у которых вот сахарный диабет у ребенка. А им врачи прямо говорят, что нужно заниматься спортом. Обязательно. Ну, это Сашка и его маленький муравей. Он приходил, самый маленький, весь нагруженный. И такой целеустремленный он меня напоминал в детстве. Потом был мальчик Никита Галкин. Он был очень полный. Он был очень полный. И все от него отказывались. Вот они хотели заниматься, и мама его туда, 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 туда. От него отказывалась. А я взял мальчишку. Вот вы знаете, у меня в свою бытность, когда мне было еще около 20 лет, у меня тренировался мальчишка, он был очень полный. Но он когда занимался, вокруг него вот была лужа. И он за несколько месяцев, он так похудел, его было не узнать. Вот эта целеустремленность в человеке. Что такое? 91% это талант. 99% это работа. Это нужно пахать. Вот эти все медали, это все через пот. Это все через пот. И вот этот Никита Галкин, он, да, он работал, он, вот его форму можно было выжимать. Сейчас парня не узнать. Он вырос, возмужал, возмужал. Ну, естественно, переходной возраст прошел у него. Вот. А что было бы с ним, если бы я отказал? Вот тоже буквально минуту. Занималась девушка сама из Прибалтики. Занималась год у меня. Потом обратно закончила нашу медакадемию, вернулась в Прибалтику, в Эстонию. Стала чемпионкой мира. Не по такому опыту, а по какому-то рукопашному бою. Но она мне потом писала в интернете, что считает меня одним из своих тренеров. И говорит, Игорь Николаевич, самое большое достижение, не то, что я стал чемпионкой мира. Ваши занятия спасли меня от самоубийства. Я был так шокирован. Ваши занятия... Слушайте, да, но проблем-то, особенно в подростковом возрасте, полно, да? Можно я еще... Я прошу прощения, Иван Владимирович. Вот мне очень нравится, я прямо цитирую историю Игоря Николаевича. Я хотел бы, чтобы он сам рассказал эту историю про девочку, на которую напал сексуальный маньяк. Рассказать? Да, конечно. Хорошо. А потом дадим слово Юрию. Да, не, ну это, конечно, Юрий своей минуты дожидается. Хорошо. Вопрос того. Был у меня отец одной девушки, который пытался доказать, что это не женское дело. Ну, на самом деле, это стереотипы. Почему? Тогда не женское дело и в армии служить, не женское дело и в полиции служить. Не женское дело... Ой, да мы тут профессии можем перечислять с полуэфира. Конечно. Который считал, что это не женское. Да, в Германии тоже. Канцелером, да? Тем не менее, она занималась, потому что ей нравилось. Потом она мне говорила, Игорь Николаевич, я хожу на тренировке через скандалы. Папа стоит перед дверью и не пускает меня. Ой, ну надо же даже такое. Даже такое. Но в итоге она у меня три года прозанималась. С перерывами, но прозанималась. Потом отец ее забрал. Проходит года полтора, и вдруг он мне звонит. А я даже не сразу узнал его. Звонит и чуть не плачет. Мужчина, взрослый, чуть не плачет и благодарит меня. Говорю, а что случилось-то? Он говорит, а это был год 2012, не помню. А как раз тогда в Южном был какой-то маньяк, нападал на женщин. Потом его поймали. И вот он напал на нее. Пытался затащить подъезд и сделать свое страшное дело. Она отбилась. Она его не вырубила, но она отправила его в нокдаун. Пока он очухался, она убежала. А что было бы с ней, если бы она не умела защищаться? Он говорит, ваши занятия сохранили честь и достоинство моей дочке. Извини, перебью тебя, Игорь Николаевич, ты говорил, что у него до этого уже было два изнасилования, да? Вот у маньяка? Вроде бы да. Но если мы говорим о таких преступных проявлениях, то у человека это серия. И вот после этого я говорю, уважаемый, в первую очередь папа. Самое интересное, Ирина, что мамы согласны, чтобы дочки не занимались. Папы не согласны. Может, издевает их мужское достоинство. Ну да, я в своей бытности не занимался, а что ж, что... А нет, знаете, мужчина хочет чувствовать защитника. А тут начинает понимать, что он уже не такой защитник. Может, его задевает просто-напросто. Может быть, я не знаю. А то дочка может ему ответить то же самое. Папа. Да, по лицу. Я говорю, понимаете, уважаемый папа, ну разве это плохо, если вы своей дочке будете уверены, что она идет вечером одна, да? И сможет дать отпор, если не дай бог, такая ситуация произойдет. Вот так вот. Вот этот случай показательный, что произошел с этой девушкой. Ну я помню, что в тех же самых 90-х, да, когда у нас беспредел творился в стране-то, да, тогда курсы самообороны набирали свою популярность, да, среди женщин, в том числе, да, учили. А вот, кстати, вот мы сейчас говорим, искусство, спорт, десантурт причем здесь, Юрий Николаевич, наши голубые береты. Так, говорите, наши спортивные. Да, вы посмотрите на меня, да, скажет сейчас Юрий Николаевич. Скажу просто, десант это все и объединяет. Почему, допустим, я пошел в десант, да, почему эта мечта во мне возникла? Конечно же, после просмотра фильма «В зоне особого внимания», да, вот, к сожалению, режиссера, умер режиссер, да, на днях. Ну вот, гениальный человек, в зоне особого внимания, какие у него там, несколько фильмов, которые посвящены именно становлению личности мальчишек. То есть, когда вышел фильм вот этот про десант, да, про голубые береты, ну, наверное, не знаю, у меня полкласса ребят сказали, мы пойдем служить в ВДВ. Вот она, волшебная сила искусства, мы, смотрите, мы окольцевали, возвращались к самому фестивалю. Началось с просмотра фильма, зародилось, ядро начало крутиться. Естественно, уже более направленно стало заниматься целеустремленно спортом, то есть ежедневные тренировки, все, в выходной две тренировки, то есть сумасшествие такое пошло, голова перевернулась. Вот, и где-то уже лет с 15 в девятом классе я уже занимался подшефным классом, как это вот были пионеровожатые, да, на 4 года разница, когда у нас была, да, брали шефство. То есть уже я, будучи сам таким крепким уже установленным физически человеком, уже занимался своими подшефными ребятишками. То есть уже до армии я в 18 лет ушел в армию, и у меня ребята уже стабильно занимались, уже выбрали себе определенные виды спорта и становились мастерами, да. После армии, конечно, очень-очень я изменился. Был где-то там таким, хоть и спортсменом и крепким, но все равно каким-то домашним пирожком. Сдвиг сознания просто происходит, да? Это все. То есть я пришел, я уже шел совсем другими ногами, другим осознанием. Я пришел в этот мир, стал искать, к сожалению, вот уже тогда, в 88-м году, началось вот это, как в свое время уничтожение виноградников в России, а здесь уничтожение спортивных площадок и спортивных уголков. Все. Я пришел с армией, я не узнал город. Это уже в конце 80-х, да? Это 88-й год. Вредительство. Да, я пришел, стал искать, здесь вот мы занимались, здесь занимались, что ж такое-то. Нигде нет спортивных снарядов наших на улице, которые стояли спокойно, брусья, турники, где мы жили. Мы не занимались спортом, мы жили. Мы жили вот в этих уголках, проводили все свое свободное время. И это было становление человека. И я пошел, и раз, я говорю, где мой-то там это, где Славка там, где Ванька? А он мне говорит, Юрк, вон там, говорит, детский сад, вон там это, в конце резинстроя. Зайди, говорит, потихонечку, найдешь. Захожу, да, сидят в этой детской беседке, ну, вечером на территории детского садика. Вот, кто-то с пивом, кто-то еще с чем-то. Я говорю, так, я не понял. Одному подзатыльник, другому, третий убежал. Ну, вот, на следующий день все равно пришел. Я говорю, завтра жду вас там-то, там-то. Ну, вот, всех. Ну, вот, вот они пришли, и, как говорится, серьезно пообщались. И вот я опять 10 человек из этого... Вытащил. Как сказать, дерьма, да, можно сказать, наверное, это слово. Да, это же природное слово такое. Вот, ну, вытащил. Вот, дальше пошло у меня, что, то есть везде, то есть, наверное, вся моя жизнь, это работа с ребятней. То есть, вот, как можно больше дать им того, что умеешь, то, что знаешь. Вот, был одним из участников, инструкторов нашего клуба «Семья» с сатаром, сиканием. Вот, занимались с грудничками и с родителями. То есть, занимаясь с маленькими ребятишками, всегда должны быть родители рядом. То есть, занимались больше с родителями, с психологией папы-мамы, чтобы, вот, именно, чтобы они смотрели на ребенка так, как нужно, как на взрослого члена семьи. И это все, вот, как раз и идет становление. То есть, уже ребенок не брошен, когда родители всегда рядом с ним. Потом, вот, это, да, организация достоинства. Это тоже, вот, после армии я к этому пришел. Организация, то есть, основные задачи были защита конституционных прав граждан. И я первый, наверное, в городе запустил охрану в школах. То есть, не то, что охрана, а безопасность и комплексная работа с детьми и с родителями, опять же. То есть, собирал собрания, там, занимались, объясняли им именно безопасность дома, безопасность на улице, безопасность в школе. И вот эти вот занятия тоже привели к очень хорошему результату. И люди, которые были школьниками, вот сейчас на улице идут, узнают меня, дядя Юр, это вы. Вы ведь тоже занимались в Хаквандо, да, вот как ребята сейчас яркие представители у нас, красавцы. Да, первые три года после армии искал тренера, искал возможность продолжить то, что мне дала армия. То есть, ну, естественно, у нас рукопашный бой на первом месте был на службе. И случайно меня друг даармейский познакомил с человеком, который учился в медакадемии. Он по национальности афганец из Афганистана, сын одного из министров Афганистана, и он всю жизнь занимался тайквондо. Вырос в Корее и уже продолжал занятия в Афганистане. И когда началась война, отец его выслал сюда учиться, чтобы сберечь потомка. И здесь мы встретились, человек не говорил по-русски вообще. И вот он нас учил своей философии, своему искусству, а мы его учили русскому языку. Вот, кстати, да, вот, кстати, Юрий сказал, что вот его, он учился на фильмах, да, ведь мы говорим, что очень многим толчок, толчок для саморазвития. А есть ли фильмы с тем же самым Брюсом Ли, да, вот тогда вот. Брюс Ли, да, мы на этих фильмах выразили. Ведь вы тоже, это же тоже подвигло, да, ведь это же тоже толчок дает к чему-то светлому, к какой-то цели в жизни, да. И вот Юрий сказал, что ему понравилась философия восточная, вот почему мне тоже понравилось заниматься восточных мастеров. Хотя у меня были разные учителя, и русские, и корейцы, просто я был поражен понятием успешности в этих восточных школах. Что понятие успешности в нашем европейском обществе, как вот говорил Иван Владимирович. Потребление сейчас, нам пытаются навязать это потребление. Чтобы у человека была крутая должность, крутой дом, крутой автомобиль, счет в банке, фото в инстаграме, где он каждый день выкладывается. Да, 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 вот это самое главное, да, якобы. А там я увидел понятие успеха совершенно другое. Первое, уважение к родителям, отношение к родителям. Если родители гордятся своим сыном или своей дочкой, все, он по жизни уважаемый человек. Дальше, человек, если он семейный человек, и чем больше детей у него, тем более уважаемый. Дальше, количество друзей, чем больше друзей, тем более уважаемый. Вот восточный подход. Я был так этим поражен, и думаю, если бы у нас хотя бы это тоже самое развивалось бы, тогда бы не было бы той проблемы, о которой мы сейчас говорим. У нас, к сожалению, это сокращается. Я уже говорил, как-то тоже на передаче даже здесь, что, к сожалению, мы сейчас на лечественной площадке, здороваться со многими перестаем, в силу того, что с тобой они здороваются раз, два, три, потом говоришь, ну и ладно, и живи как хочешь. И мы соседи, как их звать, по именам уже даже не знаем. Почему вот это все перемешалось? Раньше этот дом был общий очаг. В принципе, плечо друг друга чувствовали, всегда помощь могли оказать. Новый год у нас, я помню, по подъезду Дед Мороз, нарядишься и пошел сверху до низу, прошел всем, выручаешь подарки, там родители, а можешь? Можешь, и никаких вопросов. Все были счастливы. А вот этот момент как раз, ну это опять западные вот эти дела и привод к обогащению, самое главное, и разобщению нас в принципе. Это задача, сверх задача как раз вот той западной элиты, в кавычках беру, которая хочет, соответственно, прибрать наше богатство. А когда начиналось, кажется, с чего без такого, как Юрий сказал, когда он приходит из армии и видит, что разрушены детские площадки. Все вроде кажется с малого, да? Достаточно. А когда потом начинается все, начинает влезать в мозг нашим детям, да? Да. И оттуда вынимать сознание просто-напросто. Вот у нас есть, слава богу, альтернатива. Кстати, Ваня, ребята выступают на ваших фестивалях? Ну а как же не выступают? Безусловно. Значит, у нас, это поскольку мы уже с 2002 года, я как-то говорил уже об этом тоже со мной, 20 числа у нас только что прошло мероприятие. 20 декабря. 20 декабря, да, в промышленно-экономическом колледже, где присутствовали товарищи, значит, коллеги. По, значит, как раз те, кто занимается профилактикой вот этой антинаркотической деятельности. Соответственно, там были УВД представители, которые тоже, соответственно, детской комнатой милиции, как раньше называли милицией, теперь полиции. Да, детская комната милиции, это для того, чтобы пугать. Вот если вы не будете заниматься спортом, да? Вот детская комната милиции, закончите, да, подать на учет. Но, тем не менее, они говорили, вот вчера, 20 числа как раз был разговор, что просто факты приводили. И у нас, оказывается, в области удивительное количество вот этих детишек растет, как ни странно. И более того, опять из-за того, что им предлагают, что ты можешь заработать элементарно просто, там до 80 тысяч, только позабежь. Только там положи куда-нибудь. И они же... В закладке. А то, что это уже уголовная ответственность, это просто загубленная жизнь. А там уже сказали, вот студентам в колледже, все глаза открыли тоже. До шести лет сразу получаешь. Вот это подарок такой. Ничего себе, за то, что ты сделал одну закладку там или две. И это же надо тоже осмысливать, что ты делаешь, на какой ты риск идешь. Мало там сказать, какой-то там адреналин получаешь, что вот спрятал, нашел, чего-то сделал. Я понимаю, что это может быть какие-то там детские эмоции. И особенно, если на слабое тебя там берут и так далее. А так оно и берут, как вот первый укол там или что-то бесплатное. Что-то слабак, что ли. И все, и понеслось. И в этом отношении как раз был с нами вчера еще один замечательный человек, даже две девушки было. В принципе, Аня была. И вот, Евгений Иванович не даст мне соврать. Дом матери и ребенка. Как-то мы приходили. Да, 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 в эфире у меня были. Да, и Мария. Вот они тоже рассказывали про, как теперь тяжело вытаскивать тех людей, кто свернул с дороги, к сожалению. Но они есть вот такие люди. Вот как вот сидящие за столом люди рядом с нами. Они же свои искренне, вот своим душой, добром, сердцем своим, искренне стараются сделать, чтобы детям был какой-то комфорт. Создать им фундамент, платформу нравственную, на которой они могут развиваться. Вот это самое главное. Да, да, да. Хочу рассказать, да, рассказать вот как раз в эту тему о человеке, нашем Тверском, который воспитал уже, поставил на ноги и сделал личностью уже более пяти тысяч ребятишек. Пяти тысяч ребятишек. Это Сергей Сергеев, кто знает, не знает. Это руководитель нашего Тверского областного военно-патриотического объединения имени генерала Маргелова в десантном профиле «Сокол». В этом году этой организации, задумайтесь только, исполнилось 50 лет. Соколята тоже у меня были выданы в эфире, да? Вот это Соколята, это Сергей Сергеев. Это человек, который 50 лет назад организовал при каком-то домоуправлении группу для занятий с детьми. И вот это всё выросло уже в такую структуру. Сейчас они входят в нашу организацию, в Союз социальников России. И до сих пор, я не знаю, низкий поклон ему. Вот, кстати, это тоже ведь альтернатива, да? Вот можно, как мы говорили, можно заниматься режиссурой, творческой работой. Можно пойти в те же самые Соколята у нас, слава богу. Пост номер один существует. У нас много патриотической организаций. И можно заниматься спортом. Вот, кстати, что вы посоветоваете? Кстати, вопрос, который говорили. У меня здесь говорили, потому что возраст наркомании потребителей, он расширяется. Что и маленькие дети уже подвержены могут быть. И постарше уже люди после 40, которые, казалось бы, вот уже определились в жизни, они тоже могут соскользнуть на эту дорожку. Вы уверены в своих людях, кого вы воспитали, что у них же есть стержень? Я скажу так, по большей степени, да. Не могу дать 100% за каждого. Ну так, за каждого человека в голову-то не влезть. Но те, кто в данный момент рядом со мной, и уже более пяти лет, есть такие мои спортсмены. Да, в них я уверен уже. Именно в них, да. Евгений Иванович, что вы посоветуете родителям, которые нас сейчас смотрят, да, слушают? Куда приводить и почему именно этим видом спорта? Может быть, тому подтверждение вот этой великолепной медали, которая сейчас в нашей студии? Это ведь с разных соревнований, да? Отдельная история. Это же вся история, наверное, часть истории большой. Это часть истории. На самом деле, вы знаете, Ирина, ну кто как относится к своим медалям, наградам. Кто-то вешает там дома на стенку, я называю это иконостас, и смотрит на это и восхищается. На самом деле, вот это все, ну далеко не все. Это для меня рабочие инструменты. И мои ученики выступают на соревнованиях, и я тоже с ними выступаю на соревнованиях. У нас есть такое направление, так называется ветераны, 40+. От 39 лет, от 18 до 38, ты еще выступаешь по мужчинам, по женщинам. То есть ты еще не ветеран до 38? Да, ты, когда тебе стукнет 39, ты уже ветеран. И ветераны, на самом деле, это очень адреналин. Вот кто там там байкеры, кто-то там прыгает с высоты, получает свой адреналин. Я сейчас получаю то, что я не получал в молодости. То есть этого у меня не было. У меня был 20-летний перерыв. Я в 20 лет закончил тренерскую деятельность, 20 лет я искал себя. Ничего себе. В 40 лет я опять вернулся, тот же брат, он ко мне приехал в гости. Я в 2000 году сюда приехал к невесте в Россию, так и остался здесь. Я сам с Молдавии, из Кишинева. И когда брат приехал ко мне в гости, говорит, Женя, а почему ты опять не начнешь тренировать? Я так подумал, это мне нравится, ну уже осознанно. Это можно будет помимо той работы, где ты работаешь, это может быть еще подработка. Я вот хотел вам сказать, именно найти то дело, которое тебе нравится по жизни. И мы прекрасно понимаем, когда идешь на работу, как на каторгу. Потому что нужно кормить семью, нужно платить за квартиру, нужно... Ну, работа не нравится. А когда ты найдешь то, что тебе нравится, вот это то, что я вернусь к той теме, что родители, если увидят в ребенке вот этот талант и начнут его прокачивать, моя теща увидела в свое время в дочке, что она любит рисовать. И она ее снабдила фломастерами, карандашами, там куча альбомов у нее было. И она рисовала. И она в этом деле развивалась. И это, знаете, вот можно поверить, а можно не поверить, но это существует. Это передалось по наследству. Дочка в три года заявила, я рисую лучше, чем мама. И дочка вот след в след пошла по стопам мамы. У нее те же учителя, она учится в венециановке. А дочку не учили, а в спорт? Она дошла до желтого пояса. О, вообще, зашиви. Но ведь надо сначала, а кто не разглядит? Ведь можно же отдать ребенка, допустим, на занятия, а потом пойдет, как мы говорили, пойдет, не пойдет. Смотрите, Ирина, вот мне очень понравилось, я вот, ну, люблю смотреть историю успешных людей, ну, тех людей, не тех, вот, то, что вот, обертка от конфеты, а именно те, вот, которые, вот, про которых Игорь говорит, многодетные семьи, как они относятся к родителям. И мне понравилось, как сказал по воспитанию детей Маргулан. Кто-кто? Казахский миллиардер. Ну, может быть. Мне, вот, мне понравилось, он воспитывает своего сына, он говорит, вот в этом возрасте это должно быть, как шведский стол. Вот любой спорт выбирай, вот хочешь сюда походи, хочешь сюда, и он сам выбирает. Интересное сравнение, да? Да, вот мне понравилось это сравнение, потому что, знаете как, но я понимаю, что нужно где-то в чем-то, если где-то хочешь в чем-то добиться, нужно бить в одну точку, в одну цель. Но когда ты вот ищешь себя, по футболам позанимался, позанимался там, там позанимался, там шахматы, шашки, но я всегда говорю, я когда прихожу, и просто вот сидят дети, много детей, я спрашиваю, как вы думаете, всегда задаю один и тот же вопрос, как вы думаете, в наше время, особенно в наше время, мальчики и даже девочка должны уметь за себя постоять? Лес рук. Вот, Игорь Николаевич не даст соврать. Вот, благодаря тому, что девочка занималась, она отбилась от маньяка. А если бы случилась страшная, сломанная судьба, и не только ее одной, но и родителей и так далее. Уважаемые друзья, эфир подходит к концу. Куда, давайте дадим, сориентируем наших земляков, куда приводить детей? Может, показать сразу, как можно будет получить глаз? А мы здесь покажем, да, ну давайте, время остается немного, а сейчас пока у нас Евгений Иванович готовит. Игорь Николаевич, что же? Адреса с нас? Да, 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 куда приводить? Хорошо, в данный момент секция, которую я веду, центр «Остров». Наша федерация, она зашла на платформу сети фитнес-залов «Атлетик Джим». Сейчас вот лично я тренирую «Атлетик Джим Домино». Там уже группа сформировалась. Сначала было как? Нам дали один зал, он нам стал маленький. Второй зал, средний зал, он уже тоже для нас маленький. Но мы растем. И я вижу, как горят глаза у детей. Пока «Атлетик Джим Домино», ну сейчас еще в Вавилоне, но мы возьмем все, все «Атлетики», там будет четко стоять хэквондо. Относительно бюджетности, некоторые с одной мамой воспитываются дети? Нет, цены приемлемые. То есть это недорого, это как и музыкалки свою бытность мы оплатили, но все равно как бы, потому что это отрагивается. Я поняла, вы хотели что-то показать? Кроме медалей. А вот тут только за столем. У нас студия останется целая, а тут выйти, к сожалению, я не знаю, как нам подскажут. А если вот здесь мы встанем? Я вот не могу подсказать, как у нас, у вас же есть... Ой, сейчас давайте, возьмите с собой прикрепленные, не снимайте. Микрофоны. А куда же положите? На пояс, на пояс. Карман на пояс. Можно на пояс. Уважаемые друзья, говорю для радиослушателей, наши гости взяли в руки такие деревянные таблички. Так вот, посмотрите, это таблички и готовится что-то с этими табличками сделать. Я думаю, вам надо вот так вот повернуться, ребят, вот так вот, смотрите, вот так вот, чтобы было... Вот так вот, вот, вот так вот видно. Вот так вот, видите, да? Наконец-то я себя увидел. Так вот. Как он выше? Так. Видите, да? А ты хотел рукой? Да. Так, итак, Евгений держит в руках табличку, Игорь бьет по ней. Ирина, это называется доска, не табличка, доска. Это доска, доска деревянная. Кстати, не подпильная, настоящая. Настоящая, я вижу. Оп! Еще раз. О, половина доски в руках у Евгения Ивановича. Спасибо большое. Вторая попытка. Доска в руках у Евгения бьет Игорь. Наоборот. Наоборот. А теперь наоборот. Теперь бьет Евгений. Итак. Обладатель черного пояса второго дай на удар. Давай, давай. Ага. Да! О! Еще раз. Пяткой. Попружинишь. Упрись, упрись. Аккуратно. Давай, давай. Студия должна сохраниться. Эх! Тя! О! Не. Не получишь. Третья попытка. Юрий, поддержишь? Да, да, да. Так. В бой вступает Юрий Теплов. Десант Тура. Жень, ты сними обувь. Так, что у нас? Сними, сними обувь. Еще один удар. Попытка у Евгения Чернова. Дело в том, в нем в мягкое. Сними, 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 сними. Так, только главное тут не вылететь. Уважаемые друзья, сейчас все получится. Обладатель Черного пояса второго дана. О! Студия осталась цела. Надо было сразу раздуматься. Уважаемая дощечка пополам. Все получилось. Уважаемые друзья, присядьте. Полторы минуты у нас еще есть. Иван, ваши рекомендации. Кто захочет стать участником фестиваля ваших? У нас как раз безграничная дверь открыта для всех. Кто хочет рисовать, кто хочет петь, кто хочет танцевать, кто хочет заниматься спортом. Всех приглашаем с удовольствием на наших мероприятиях. А поскольку у нас уже группа сформирована, поскольку мы даже с Юрой знакомы, и уже сложилась эта традиция, здесь в данном случае к ним все могут приходить с удовольствием. У нас же, тем более, ЕЗИ тоже учится со школьных лет этому делу. Есть кружки по направлениям. Юрий Николаевич, буквально все. Буквально несколько секунд. 30 секунд. Значит, Союз социальников России – это объединение ветеранов не только десанта, но и морской пехоты, и всех ветеранов спецподразделений. Значит, у нас сейчас две подростковых организации. Это «Сокол» Сергея Сергеева и «Память с шестой роты». Это Николай Афонин ведет. Все координаты… Значит, «Сокол» – это молодежный центр Носкрескова. Всю информацию по клубу «Память с шестой роты» можно взять в клубе «Красная звезда» в нашем набережном. Мы тоже были в гостях у меня ребята. То есть, кому заниматься есть? Что это за вот это, я смотрю, знак такой почетный у нас? Подарок вам. Да вы что? Да, Ирина, специально для вас приготовили. Слушайте, хорошо, что его не будете бить руками-ногами. Да, это сплющит. Это украсит любую полку, и мы с удовольствием вам передаем. О, спасибо, спасибо большое, уважаемые друзья, спасибо. И еще памятную медаль. Ну, мы ее называем «Антистресс». А, вот так вот, да, можно… Да, да, вот она. Ой, как интересно. С чего она? Скажи. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, я думаю, что мы не последний раз встречаемся, потому что рассказчики очень интересны. Я думаю, что нашим зрителям, радиослушателям было очень интересно. Есть о чем поговорить. Да, есть. Уважаемые друзья, помните, что всегда есть выбор, да? Да. Что всегда есть правильная дорога. Обращайтесь за помощью. Да, это нам… В любом случае, да. Это нам любезно предоставили 10 лет клубу Московской школе Тхэквондо ГТФ. Они 10 лет назад начинали с одного человека. Это и Игорь, и так… Все, 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 нам показывают все. Мы прерываемся. Всем спасибо, уважаемые друзья. Будьте здоровы. До свидания. Все, все, молодец. Субтитры создавал DimaTorzok